Особой датой в истории отечественного хоккея по праву считают 1972 год, когда советские хоккеисты скрестили клюшки с сильнейшим соперником – сборной Канады. Эта суперсерия стала грандиозным событием, за исходом которого следил весь мир. С началом 90-х в российском хоккее наступил тяжелый период. После победы на чемпионате мира 93-го наша страна еще много лет оставалась без высоких наград. Только в 2008-м сборной России удалось вернуть титул чемпионов. Сейчас в нашей стране действуют три профессиональные хоккейные лиги – КХЛ, ВХЛ и РХЛ, а также молодежная лига. Активно развивается детско-юношеский и любительский хоккей. Под руководством Сергея Макеичева ХК Саров не один год уверенно показывает себя на чемпионате области. В этом сезоне в состав команды вошли и юные хоккеисты. В нашем городе будущих чемпионов воспитывают и тренируют в спортивной школе Саров. Ее выпускники успешно выступают в профессиональных лигах. Роман Горбунов играет за «Минское Динамо», Данил Савунов – за «СКА Нева». Воспитанники школы выступают из АХК Саров, но даже если уходят из спорта, на всю жизнь сохраняют любовь к хоккею. Хочется пригласить всех желающих заниматься хоккеем. Еще раз говорю, занимайтесь хоккеем, любите хоккей, играйте в хоккей. Мальчишек и девчонок 2013, 2014, 2015 и 2016 годов рождения ждут на бесплатные занятия в спортивной школе Саров. Справки по телефонам 906 00 и 626 22.